Впервые в истории заседание Законодательного собрания Нижегородской области прошло в формате видеоконференции. Количество участников не меньше, чем обычно собирается в Большом зале. Если мы берем 50 депутатов, мы берем правительство, мы берем прокуратуру, Минюз, общественные организации, то есть у нас это количество вырастает до 100. Но, тем не менее, нам удалось достаточно эффективно поработать. Несколько вопросов повестки посвящены пандемии коронавируса. Депутаты поддержали изменения в отдельные законы Нижегородской области, которые позволяют дополнить перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих коронавирусной инфекцией. Напомним, логичные нововведения уже приняты на федеральном уровне. В заседании Законодательного собрания принял участие Глеб Никитин. Он рассказал, какие меры поддержки уже применяются в регионе, чтобы справиться с экономической ситуацией из-за распространения COVID-19. Самые важные пострадавшие отрасли получили от нас поддержку. Мы первые в стране приняли решение выделять прямые деньги. Первые в стране. Более того, до сих пор, например, Ленинградская область, они приняли решение абсолютно под копирку с нашим. Но если мы выплачиваем 13 тысяч на работника, плюс полностью субсидируем 100% коммунальных услуг, то у них там 7 тысяч на работника. Например, индивидуальным предприятиям без наемных работников, то есть те, которые на патенте были, вот с ними много очень было диалогов, обсуждений. И самозанятым, которые зарегистрируются в любое время, даже сегодня, мы даем право заключить социальный контракт и получать 11 200 рублей в месяц. В ходе заседания депутаты обсудили и поддержку аграриям. Благодаря принятым решениям органы местного самоуправления наделят отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства. Это позволит довести финансовые средства до сельхозпредприятий в рамках посевной. Также предлагается наделить органы МСУ полномочиями по содействию внедрения в агропромышленный комплекс бережливых технологий. Это различные субсидии, добавки за молоко, за гектары. Они очень четко, грамотно выполняются. Например, по гектарной поддержке в этом году в ряде районов увеличились в два раза, чем в прошлом году. И селяны это дело радуют. До 20 мая мы посеем, а самый крайний срок 25 мая, я в этом не сомневаюсь, и селяне успешно справятся с поставленными задачами. Ковид-19 не должен помешать и большим стройкам. В Нижегородской области не будут откладывать строительство развязки Неклюдова-Золотова на автомобильной дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров. С целью сохранения набранных темпов строительно-монтажных работ депутаты внесли изменения в бюджет, поддержав увеличение сигнований Дорожного фонда на 371 миллион 800 тысяч рублей. Как мы и говорили, должно снять последнюю проблему. Это то узкое горлышко перед Неклюдовым, где машины, особенно в выходные и праздничные дни, еще попадают в небольшие пробки. То есть эта пробка должна выйти совсем. Еще в прошлом году Глеб Никитин поставил задачу, чтобы эта транспортная развязка была закончена в 2020 году. Бюджетное сигнование федералов планировалось выделить в 2021 году. Мы хотим в этом году, с учетом набранных темпов и то, что технологически прорывать эту стройку невозможно, сегодня было принятие решения перебросить на эту транспортную развязку еще дополнительно почти 372 миллиона рублей из остатков переходящего Дорожного фонда с прошлого года. Поэтому сегодня объем средств, необходимый для строителей, есть. В каком формате пройдет следующее заседание Законодательного собрания региона, пока неизвестно. Но депутаты готовы адаптироваться к любому режиму. Александра Шеломцева, Время новостей.